Это новый цех московского эндокринного завода. После реконструкции мощности удалось увеличивать в два раза полностью. Автоматизированная линия производит 8 препаратов, которые используются практически во всех сферах медицины. Гепарин для борьбы с тромбами в удобных шприцах, нейролептики, снимающие тревожность, противовоспалительные средства, глазные капли и даже препараты для ЭКО, востребованные, а многие жизненно необходимые. Символический старт производству дают, нажимая на кнопку. Больше миллиарда инвестиций. Высокотехнологичное оборудование отвечает всем мировым стандартам. Вкалывают роботы, человек контролирует. Здесь подсветка. Зеркала не только вот так, а вот сюда можно. И вот там и сверху. С черного зеркала. Это контроль качества? Это визуальный контроль качества. Специально для цеха разрабатывают еще 15 новых препаратов. Прежде всего психотропных. Московский эндокринный лидер в производстве сильнодействующих лекарств. 95% производите психотропных и наркотических средств в стране. Это вот буквально за несколько лет, благодаря поддержке Министерства промышленности. Минпромтор, курирующий завод, теперь ставит новую задачу. Импортозамещение важнейших лекарств и даже выход на экспорт. Причем свои будут не только препараты, но и сырье для них. Даже экспериментально начнут выращивать опийный мак. И к 23-му году мы уже будем обеспечивать выращивание опийного мака именно того качества, которое требуется для обеспечения производства субстанции. А еще до конца года на эндокринном заводе должны наладить производство диазепама в микроклизмах. Того самого незарегистрированного в стране противосудорожного препарата. Для детей с эпилепсией его завозили нелегально, а родители перепродавали его друг другу, рискуя попасть под статью. Благодаря резонансу на проблему обратили внимание, и вот первая партия российского диазепама произведена. Идут клинические испытания. В начале 2021 года, собственно говоря, эти препараты уже поступят в здравоохранение, и родители смогут пойти к врачу, выпить рецепт и приобрести его в аптеку. На очереди другой противосудорожный препарат – клобазам, также известный как фризиум. Произведенные здесь лекарства будут стоить дешевле импортных, при этом по качеству уступать им не должны.